Здесь два стекла было. И зеркало большое бешеное стояло, вон куски зеркала. И это все рухнуло сюда и оттуда. Может быть она, я не знаю, конечно. Двери поушевало. Ночь с 22 на 23 июля, когда российская ракета попала в соседний дом, Юрий Иванович уже называет своим вторым днем рождения. Он до сих пор не знает, как тогда удалось спастись и отделаться лишь несколькими царапинами. И выскочил. Я резко в этом отношении, у меня физически, так сказать, что я сказал, что ты есть. Я не понял, а камни еще валились. Это все валились. Я думаю, боже мой, что это замурует? Что же случилось? В эту ночь россияне выпустили по 10-19 ракет разных типов. Часть разрушила гражданскую инфраструктуру города, религиозные, коммерческие и культурные объекты. Часть ракет была уничтожена на подлете силами противовоздушной обороны. Поветренные силы снищили. Воздушные силы уничтожили 9 ракет. Это те ракеты, которые мы способны сбивать, «Калибр» и «Искандер-К». Они почти идентичны по показателям, и мы можем по ним работать. Тогда от прямых попаданий и осколков пострадало более 15 пабетников архитектуры в центре Одессы, находящихся под охраной ЮНЕСКО. В частности, российские ракеты разрушили один из символов города – Спасо-Приображенский собор. ЮНЕСКО глубоко встревожено и самым решительным образом осуждает дерзкое нападение, совершенное российскими войсками, в результате которого были нанесены удары по нескольким культурным объектам в центре Одессы, где находится объект всемирного наследия – исторический центр Одессы. Из заявления ЮНЕСКО на сайте организации. Только за последнюю неделю российская оккупационная армия четыре раза наносила удары по Одессе ракетами разных типов и видов базирования. В результате российского ракетного террора погибло трое жителей города, и более 30 были ранены. Все обстрелы оккупанты осуществляли по ночам. Было где-то три или четыре мощных взрыва. Ну, тут прилетело и в Преображенский собор. Была и такая ночка. Это уже четыре дня подряд атаки. Основные цели российских ракет – портовая и агропромышленная инфраструктура Украины. Кроме портов на Черном море и Дунае, россияне бьют по складам в Одесской области. Тем самым Путин и его армия обрекают на голод весь мир. Он пытается добиться уступок, взяв в заложники 400 миллионов человек. Я призываю все страны, особенно стран Африки и Азии, наиболее пострадавшие от роста цен на продовольствие, принять единые глобальные меры против продовольственного терроризма. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в Твиттер. Практически все крупные международные организации уже осудили удары по гражданской и портовой инфраструктуре. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их очередным проявлением варварства. И добавил – Украина ответит на террористические атаки. «Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора. Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как и всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ. Всем, кто пострадал от этой очередной террористической атаки, оказывается помощь. Я благодарен всем, кто помогает людям, и всем, кто мыслями и эмоциями с Одессой. Мы пройдем это, мы вернем мир, и для этого нужно победить российское зло». Владимир Зеленский, президент Украины, Телеграм. Украина уже инициировала созыв Совета Украина-НАТО, на котором будет обсуждаться ситуация с безопасностью в Черном море. Богдан Максимец для телеканала Freedom.